ну что вашу раз я расскажу свое видение как нужно выбирать телефон вот и даже можно планшеты отнести на андроиде по сути то же самое в основном все ролики дизайн аккумуляторы камеры это конечно имеет значение но на самом деле я вообще сейчас выбираю совершенно по-другому ты должен смотреть если разблокированный загрузчик то есть ты можешь поставить рекавери через которое делать копии своей системы ставить новые прошивки иначе никак прошивка не поставить то есть должен быть обязательно установленной рекавери если нет рекавери это просто не покупаешь этот телефон это не телефон а говно но естественно рекавери само по себе пустое прошивку я не смогу написать то прошивки должны быть хотя бы несколько штук ну хотя бы одна какая-нибудь обновляемый хайк какой-нибудь lineage us хотя бы что то есть заходите в интернет и смотрите чтобы эта прошивка лежала ну желательно не мега старый android хотя на самом деле у меня стояли прошивки с четвертого начиная android сейчас стоят девятые вообще без разницы какая там прошивок какая версия android ну на граммульку немножко да что-то получше поудобнее так пофиг даже если бы у меня сейчас стояла какой-нибудь восьмой то пофиг было планшете в nexus и вообще для него с 4 по 9 даже сделали но этот nexus там там по себе устарел чип очень слабый и батарейка уже помирать стала в основном батарейка и ломается издыхает получается заменить ее можно но получается замена уже в пол стоимости устройства и иногда даже и дороже это возникает проблема на самом деле конечно никакой проблем было не было сами на батарейке ну в общем такая вот суть вообще совершенно по-другому я смотрю и вам тоже советую то есть google market вообще основной оставлю его но изначально он вообще не стоит в прошивке это нормально и хорошо потому что все вот эти сайты телефоны я посмотрел последнее время много много обзоров mobile review мобил телефон все это конечно людям интересно дизайн вырезы камеры что там какие-то псевдо нововведения в основном никаких интересных нововведений нету вот например здесь сканер пальца я вообще не пользуюсь вам какой-то камера неплохая то есть мускай может сказать даже хорошие для такого телефона но фактическая стабилизация плохо работает если она вообще работает даже не знаю как проверить работает она или нет настройках ее нету стекло сзади которое называется премиальностью вот она здесь мне пофиг вообще я был бы рад если здесь был поганый матовый пластик я посчитал это было бы премиально для меня вот это хлам то есть вот эти все идеи навязываем маркетингом ну для меня просто мусор ну здесь бы конечно крышечка бы открывалась идеально было бы аккумулятор сам поменял это вообще было бы счастье самое большое тип экрана мне вообще безразлично какое разрешение какой экран там а лет скорость работы да мне нужна скорость средненькая мега маленькая скорость уже забешивает меня вот и все основное я сказал это прошивка не производителя рекавери это как биос пускать биос слово рекавери может непонятно биос материнской плате вот биос должен быть доступ материнских платах всегда есть доступ к биосу вот есть биос восстановление прошивки и прошивки от сторонних производители где их они делают помойную вот по мне помойную прошивку хлам с ранена вообще любой производитель любой всех прошивка мне не нужна я ее сразу стираю и все отлично живу никто безопасности это отношение вообще никакого не имеет рассказывают производитель там samsung asus он гарантирует целостность системы это мне безразлично у меня нету там денег ну есть там яндекс кошельки бывает немножко денег ну пускай пускай взломал телефон ну чего не было на самом деле не было этих прошивки у меня кастомная целая гора стояла не никогда ни разу не было никто не взломал прошивку не производителя просто ни разу все сбои зависания были планшет зависал но он старился просто вот планшет переставал реагировать экран точном механические сбои так работало все хорошо все прошивалась ну перепрошивки конечно там проблем возникают когда раздел я зашифровал потом почему-то я не мог переставить какая-то ошибка выскакивала но это небольшие такие проблемы то в общем то все так что как ни парадоксально я вот так выбираю телефон и всем советую надеюсь и миллионы также будут делать ты убираешь телефон ну более менее подходящий тебе по виду характеристикам а в основном чтобы ты мог сам ставить любую прошивку а да проект требовал есть естественно и все данные оттуда удалять все будет отлично вот такой совет ну многие уже это знают на самом деле основной массе люди какие-то составляют эти топ оболочек миуи там еще какой-то оксиген с да вот здесь вот зену его осуществить да я ее стираю чертовой матери холамина не нужен мне зенуи придурочный а на этом все пока ребята подписывайтесь ставьте уведомления а